Приветствую вас и поможет вам исправить ситуацию несколько моментов. Первый момент это мышление, второй момент это образ его. Говоря о мышлении, мне бы хотелось сказать так, что между внутренней речью и речью внешней, голосовой, существует разница. И разница достаточно серьезная. Внутренняя речь, она как бы непрерывна. С помощью нее мы общаемся сами с собой, размышляем и с помощью нее же мы выражаем свои мысли. Все, что происходит в нашей внутренней речи, мы не можем выразить речью внешней, потому что не все можно описать словами. Речь внешняя это своего рода выжимка из речи внутренней. И вы, вероятно, не можете вот эту выжимку своих мыслей по какому-либо моменту, поводу озвучить. Что ж, здесь необходимо тренироваться. Необходимо, во-первых, не спешить к выражениям своих мыслей. То есть подумать, не торопиться. Вот, допустим, вас спросили что-то, вы сразу обижаете. Видно, что вы немножечко думаете, собираетесь с мыслями. Что это значит понятие «собраться с мыслями»? Это значит через внутреннюю речь прокрутить все, что вы хотите сказать. А во внешней речи выглядеть лишь символы, знаки этого, того, что вы хотите сказать. Проблема, как мне кажется, в том, что вы свою внутреннюю речь хотите идентично выглядеть через речь внешнюю. А так не бывает. Из-за того, что у вас не получается, вы не всегда четко сформулируете свои слова. То, что вы хотите сказать. От этих вот ожиданий необходимо отказаться, потому что, я уже сказал, внутренняя речь не может быть похожа на внешнюю и наоборот. Далее необходимо думать о том, что вы хотите сказать и для кого. Кому вы это говорите. То есть, вам необходимо как бы поставить себя на место человека, с которым вы разговаривали. И оставить себе цель донести до него то, что вы думаете. То, что вы хотите ему сказать. Например, если вы знаете, что существует закон всемирного тяготения. Вы знаете, например, что любой предмет в воздухе упадет на землю. То человек попросит вас объяснить, почему так происходит. Естественно, во внутренней речи вы тут же сами себе скажете, что есть такой закон всемирного тяготения, что он работает по таким-то принципам иногда. Понятно, что во внешней речи вы этого всего сказать не можете. Это будет долго, это будет, наверное, занудно и вас слушать будет неинтересно. Вам нужно как-то покороче это сказать. И вы начинаете как бы думать, как это ужать по количеству слов. И говорите, например, следующее, что центр земли притягивает приметы к себе и притягивает настолько, насколько у приметов есть вес. Поэтому каждый примет падает на землю, падает вниз. Конечно, это не профессиональное объяснение. Это не научное объяснение. Мы здесь не физики. Нам не нужно давать научное объяснение тому, в чем мы не специалисты. И это еще один момент. Дело в том, что вы, может быть, обладаете некоторым перфекционизмом в том, что хотите сказать. Человек, который много читает, наверное, хотел бы выражаться идеально. Ну, идеально по вашему миру, казалось бы. И вы стремитесь к тому, чтобы выражаться идеально. А когда начинаете говорить, чувствуете, что идеально не получается, и из-за этого возникают проблемы. Так вот, речь повседневная, которая заранее не заучена, не отрепетирована. В принципе, не может быть идеально. Потому что мысли всегда опережат слова. Мысли всегда больше, чем слов. Я вам открою, наверное, секрет. А может быть, вы это знаете и сами. Что можно говорить об одном. Подумать совсем о другом. Естественно, если есть определенный навык. Потому что без навыка можно запутаться. Но, тем не менее, так делать можно. Мысли всегда вполне разностороннее и глубже, чем речь внешне. И это нужно понимать. Теперь, говоря об образе. Можно сказать так, что, когда мы о чем-то говорим, Недостаток образности мешает нам это описать. Вот, вас попросили. Расскажите, пожалуйста, о, скажем, Египетской пирамиде. И вы, никогда эту пирамиду не видев, Можете сказать о ней, в принципе, немного. Что это большая-большая пирамида. Это геометрическая фигура. Может быть, вы не скажете геометрическая фигура. Скажете просто фигура. Которая была построена в древние времена. Не совсем понятно, как, кем и так далее. Наверное, расскажете теории. Происхождение пирамид, если вы их знаете. Но, в любом случае, то, что вы представите, то вы и скажете. Если предположить, что вы были в Египте и видели эти пирамиды воочию, то когда речь зайдет про них, про пирамиды, вы скажете соответственно то, что вы видели. Перескажете это. Вам это будет несложно сделать, потому что вы представите себе. И вы просто будете описывать то, что вы видели. И, возможно, свою речь вам стоит строить на описательной основе. Тогда это будет проще. Проще вам собирать выжимку из того, что вы хотите сказать. Проще отделить мысли нужные, в данном случае, от ненужных. По крайней мере, попробовать стоит. Ну, и в заключении надо сказать так, что хорошо говорить. Говорить интересно, грамотно, может быть, красиво учит араторское искусство. И араторское искусство не является чем-то недоступным. Вы можете прочитать книги по араторскому искусству. Вы можете пройти курсы по араторскому искусству. И тогда вас научат именно говорить более, как бы это сказать, приспособлено к коммуникации. Коммуникации с людьми. Говорить так, чтобы вам было интересно слушать. И перед тем, как закончить, я хотел бы еще сказать, что вот когда мной описывалось то, что вы хотите, чтобы ваша речь была идеальной, да, и что вы сможете обладать перфекционизмом. Вполне возможно, здесь имеется определенная неуверенность в себе, сомнения в том, что вы вот можете когда что-то интересное рассказать. Если это так, то с неуверенностью в себе можно и нужно бороться. А то, что касается перфекционизма и того, что вас интересно слушать, то здесь необходимо просто подправиться под интересы человека. То есть, необходимо знать, что волнует человека, с которым вы общаетесь. Что ему больше всего интересно. Что, на что он обратит внимание и на этом концентрироваться. Тогда проблем у вас не возникнет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Продолжение следует...